Киберспортивная организация и задержка по зарплатам. Лучше дуэта не придумаешь. К сожалению, эти вещи до сих пор происходят в 2020 году. Если вы думали, что черные дни, когда организации не платили игрокам и сотрудникам, при этом кормих их завтраками, закончились, у меня есть еще одна. Это история маленькой организации и о очень больших деньгах. Эта организация месяцами никому не платила. Если вы никогда не слышали об организации Low-Key Esports, вас невозможно прям сильно этим шокировать. Но даже если название не было звоночком, ну у них многое происходит. У них есть команда PUBG, по Dragon Ball Z Fighters, Proble 6, по CS GO, у них даже есть команда в Лиге Развития по игре Overwatch, есть команда по League of Legends, которая попала на чемпионате мира, а также команда по Rocket League, также попавшая на чемпионат мира. Звучит шикарно. Но по информации нескольких источников, внутри самой организации, и имеющихся на руках документов, данная организация задолжала игрокам и сотрудникам больше 137 тысяч долларов. Эти огромные деньги простираются от зарплат бразильских игроков по Rainbow Sixth до взноса за дизайн формы в Канаде. Изграясь из разговоров с игроками и сотрудниками Low-Key Esports, этот шлейф тянется еще с октября 2019 года. До этого в Low-Key было все нормально с зарплатами. Если были задержки, то они измирались днями и неделями. Но осенью 2019 года эти задержки пришли в месячные. Месяцы пустых обещаний и невыплаты денег, усугубившие ситуацию. Например, один из источников прислал мне несколько скриншотов с переписками между бывшим директором организации и региональными менеджерами. И есть похожие скрины с переписками с сотрудниками организации. Например, для главы канадского направления Миры Дэвис проблемы начались 1 декабря. И она говорит, что слышала от 10 до 15 разных обещаний, что ей вернут деньги. И, конечно, ни одно из них не было выполнено. Мира была назначена на должность в ноябре, и она утвердила свой первый бюджет 1 декабря. Это говорит, что она работала уже 2 месяца и не видела денег вообще. Но те, кто работает в организации уже давно, ждут деньги еще дольше. В разговоре с Энзо Толедо под ником Тендер, он игрок команды по Рокет Лиг, который попал на чемпионат мира. И было сказано, что он и его команда не получали зарплату весь ноябрь и декабрь, а также январь. И это включает поездку в Мадрид с расходами на финалы 8 сезона RLCC. Команда прошла на мировое первенство, и если им не платят, то это нехороший сигнал. Вот еще пример. Джоэл Прадо под ником Romp. Он игрок команды по мобильной версии PUBG, и он говорит, что не получал деньги с момента подписания контракта в октябре. И как выяснилось, ни один из игроков уже несколько месяцев не получали деньги. И если все люди в Лоу-Ки все-таки получат деньги, то это будет их последняя зарплата в организации. По информации многих источников, с 7 января руководители Лоу-Ки сообщили почти всем региональным менеджерам, что было закрываться их подразделения. Это почти все отделения, кроме Вьетнама, Филиппин и Шер-Ланки. Также были присланы скрины в подтверждении этому. На данный момент сайт Лоу-Ки, их Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, все очищено. Никто не знает, по каким причинам закрывают их регионы, и почему такие огромные задержки по зарплатам. Кроме объяснения, у нас закончили деньги. Также никто не получил официального ответа о причинах разрыва контракта. Скриншоты с переписками, которые мне прислали насчет этой темы, были безумно скупы на ответы. Мы не сможем продолжить. Мы закроем двери. По информации игроков и менеджмента организации, были истории обо всем, начиная о банковских ошибках, проблемах с PayPal, картах, застрявших в терминалах и криптовалютных приложениях, которые не работали. В некоторых источниках, например, Виктор Луис, руководитель бразильского подразделения Лоу-Ки, писал мне, что часть или вся компания может обокрутиться. Вот последняя часть интересная. У меня есть два источника, которые решили остаться анонимными, чтобы я не безопасил себя от возмездия, которые присылали мне контракты от Лоу-Ки и Спортс. В этих контрактах одним из пунктов расторжения является банкротство или неплатежноспособность самой организации. Если компания реально в процессе банкротства, то есть пару вопросов. Первое. По поводу партнерства с Dell. Почему они нанимают менеджеров, игроков и открывают в ноябре новый регион? Как могут некоторые подразделения быть на грани банкротства, пока другие регионы, которые тоже являются частью этой же организации, живут при прочем? Публичная реакция от уже бывших сотрудников Лоу-Ки выглядит не очень. Тот же день, что я получил информацию о распуске всех сотрудников, региональный менеджер по Северной Америке написал твит про нож в спину и в ложных ценностях. Ромб, игрок о котором было сказано ранее, написал, что ему и его команде не платили два месяца и столько же они ничего не слышали от руководителя организации, и также был написан хэштег «Лоу-Ки заплатили». Ромб также точечно указал на человека по имени Макс, и точнее Макс Вуд, бывший киберспортивный директор Лоу-Ки и Спортс. Это тот же Макс, которого можно увидеть в скринах из моих источников. Тот же человек, что обещал всем региональным менеджерам на протяжении последних месяцев о выплате денег. Как я уже сказал, Макс, бывший директор киберспортивного подразделения, и из того, что я понял, он же был главным коммуникатором между региональными менеджерами и руководством организации. Выясняется, что есть одна барышня по имени Роман Рин Петтофор. Региональные менеджеры и игроки очень редко контактировали с этим человеком или кем-то еще из владельцев организации. Там всегда был Макс, который всегда был между двух баррикад. Я поговорил с Максом по поводу этой истории, и он сказал, что он уже не сотрудник Лоу-Ки и Спортс. И второе, он до сих пор является фильтром между людьми, которыми надо платить, и людьми, которые должны получить деньги за верность. Потому что ему стыдно, и он чувствует ответственность за то, что происходит. Я, конечно, связался с руководством организации, и один из них, Тони Лукнуин, руководитель Лоу-Ки по коммуникациям в соцсетях, он ответил, что отвечает за маркетинг других направлений, не связанных с кибиспортом. На вопрос, что такое Лоу-Ки комьюнити, и чем оно отличается от Лоу-Ки и Спортс, вообще их сайт позиции как игровая платформа, но кажется, что это больше бренд одежды. Оказывается, у них есть соглашение с филиппинским боксером Ромеро Дуно, и есть фотографии, где он тусуется с Мэнни Пакьяо, надев одежду от Лоу-Ки. Странно это. На счет кибиспорта он мне сказал следующее. Всем игрокам и сотрудникам будут выплачены деньги в течение двух недель. Это было сообщено каждому. Игроки имеют полное право злиться, но, к счастью, мы все исправляем. И затем он написал, что все супер с игроками, сотрудниками, они были информированы о причине задержки выплат. Когда я спросил, а в чем была причина, он мне больше не отвечал. И я уточню, на данный момент ни один человек не объяснил истинной причиной таких долгих задержек или вообще закрытость этой ситуации. Но также здесь много нерешенных проблем, как, например, некоторым игрокам не выплачивали бонусы или трансферы, предварительно обговоренные слоу-Ки. Проблема почему-то очень спокойных и легких условий для разрыва контракта. Будем следить за этой ситуацией, для этого я консультирую с юристами. И мы опять имеем на руках обещание, что все деньги будут выплачены как можно раньше. В дальнейшем мы узнаем, получится или нет. Если да, то вы увидите меня еще раз, но надеюсь, что нет. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео, посмотрите два видео, которые сейчас у вас на экране, и всем до скорой встречи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok